Друзья, мейнстримные СМИ не хотят, чтобы вы знали об этом, но украинские военные в агонии, столкнувшись с очередной катастрофой на Донбассе. И я говорю о ситуации не в Покровске, а в Угледаре. Такова была обстановка в этом секторе во время моего последнего видео 17 июля. А это ситуация сейчас. Украину бьют по всему фронту. Как видно на карте, российская армия в пяти километрах от завершения окружения печально известного города-крепости Угледар. Если так будет продолжаться и дальше, российские войска могут сокрушить позиции противника и продвинуться еще на 25 километров вперед на юге Донецкой области. Можно понять, что Игорь настроен серьезно, когда его танк выглядит так, а его командир орет «За мной! Вперед!» О том, что все серьезно, свидетельствует то, что «Киевпост» сообщает фактическую информацию. Россия добивается успехов в районе крепости Угледар по мере продолжения своего наступления на Донбассе. Честно говоря, я никогда не видел такой идеально спланированной российской операции, как та, которую мы наблюдаем сейчас под Угледаром. За последние два месяца подразделения российской армии стали продвигаться гораздо быстрее по всему периметру Угледара. Это потому, что российское командование в этом секторе улучшило свои навыки маневрирования. Вместо лобовых атак российские войска рассредоточиваются и пытаются обходить вражеские опорные пункты. Поступая таким образом, они вынуждают украинцев постоянно попадать из одного котла в другой. Одним из лучших примеров, иллюстрирующих эту кампанию, является штурм Пречистовки в начале сентября, о котором я расскажу ближе к концу видео. Значение этой битвы кроется в том, что Угледар был для российской армии словно проклятым местом. Русские много раз пытались взять его штурмом, но каждый раз получали по носу. Теперь Угледару грозит реальная опасность оказаться под контролем противника. И если это произойдет, это станет одной из величайших историй реванша за все время войны. Те же самые бригады морпехов, над которыми все смеялись, вернулись на поле боя несломленными. После позора прошлых поражений мы, возможно, стали свидетелями зарождения одной из самых блестящих побед России. Это связано с тем, что российская армия значительно расширила свои тактические и оперативные возможности. Их последнее наступление на Угледар продемонстрировало, что при надлежащем планировании и координации механизированные атаки способны полностью подавить позиции противника без огромных потерь. Словно по щелчку украинцы сдавали один опорный пункт за другим. Много раз, когда их обходили с обоих флангов. У украинцев не было другого выбора, кроме как отступить как можно раньше, чтобы избежать долгосрочных последствий. Наши люди бегут с поля боя! Всякая надежда потеряна! Итак, сегодня мы проведем пошаговый оперативный анализ битвы за Угледар. Мы также рассмотрим в подробностях боевые действия с тактической точки зрения, чтобы вы могли получить полную картину. Добро пожаловать на History Legends с последними новостями о российско-украинской войне. Не забудьте поставить лайк и подписаться. Как вы знаете, на некоторых из моих видео была ограничена или отключена монетизация. Так что загляните на мои Patreon и PayPal, чтобы поддержать проект. Спасибо всем, кто уже помог, и добро пожаловать в штаб-квартир. Июль 2024. Угледарский фронт протянулся примерно на 50 километров от Новодонецкого до села Победа. В его центре находится жемчужина юга Донецкой области, город-крепость Угледар. Это место было настоящей цитаделью из-за скопления высотных зданий, окруженных километрами ровной, открытой местности. В конце концов, после многих безуспешных фронтальных атак на протяжении многих лет, русское командование решило обойти город-крепость с флангов. Эта кампания началась в октябре 2023-го, и первой задачей стало взятие под контроль села Новомихайловка. Миссия по взятию села увенчалась успехом 28 апреля 2024-го. Но затем российская армия воспользовалась ситуацией, чтобы не дать украинцам передохнуть и отстроить новые укрепления. С этого момента следующей целью стало установление контроля над дорогой Т-05-24, соединяющей Угледар с Константиновкой. А теперь давайте перенесемся к текущим событиям. В период с 17 по 21 июля не было зафиксировано серьезных территориальных изменений. Это было затишье перед бурей. 22 июля российские войска продвинулись на 7-километровом фронте с максимальной глубиной наступления в 2 километра. Российская армия вновь перегруппировалась в течение 3-4 дней, и 26 числа продвинулась еще на 1,5 километра. Это ознаменовало настоящий прорыв линии украинской обороны. На следующий день, 27 июля, они преодолели еще 1,5 километра. Целью было занятие этой лесополосы почти в 2000 метрах от их изначальных позиций. На этот раз задача осложнялась тем, что по сути им предстояло проводить операцию на ровной, открытой местности. Вот краткий обзор того, как они это сделали с тактической точки зрения. Судя по этим кадрам, мы знаем только, что русские высадили огневую группу в этом месте, прямо у лесополосы. На следующих кадрах мы видим, как российские беспилотники преследуют украинских пехотинцев, сбрасывая на них гранаты. Затем мы видим, как еще одна российская БМП едет на полной скорости, а затем высаживает еще одну группу из шести человек. Затем эта вторая БМП промчалась на 100 метров вперед вдоль окопов. Исходя из тактической ситуации, первая БМП высадила свою пехоту прямо здесь, на восточном краю лесополосы. Затем второе подразделение высадили на западном краю лесополосы. А их БМП заняла позицию в 100 метрах впереди для обеспечения огневой поддержки и предотвращения попыток отступления противника. Затем вторая группа приступает к штурму окопов. Сначала мы видим четырех русских стрелков, стоящих над окопом, а позади них на земле лежит их раненый товарищ. В конце этого видео в окопе находятся два российских солдата, двое прикрывают их сверху, один ранен, а шестой бежит, чтобы присоединиться к ним. Затем они вместе приступают к методичной зачистке одного окопа за другим. При поддержке дронов, сбрасывающих гранаты. Но это еще не все. Затем третья БМП высаживает огневую группу пехоты прямо посередине лесополосы. Разделяя таким образом украинскую оборону надвое. Ситуация для украинцев выглядит плачевной. Затем два российских мотоциклиста на полной скорости прибывают в качестве подкрепления, вероятно, чтобы заменить солдат и позволить штурмовым отрядам продолжить выполнение задачи. В конце концов украинцы оказались в ловушке, как крысы в мышеловке, поскольку их окружили около 20 российских стрелков. У них буквально не было другого выхода, кроме как сдаться. Однако украинскому командованию в этом секторе не дали времени на передышку, потому что затем российское командование начало крупное наступление на Константиновку. К счастью для украинцев, 79-я десантно-штурмовая бригада остановила вражескую механизированную атаку на въезде в село с помощью минных полей и FPV-дронов. Небольшая победа для Украины, но на следующий день, 28 июля, разразился новый кризис. Российские военнослужащие 1472-го мотострелкового полка из Хабаровска продвинулись на полтора километра вдоль лесополосы между Водяном и Константиновкой. Я не буду в деталях анализировать видео, но обратите внимание, что в каждой из этих атак участвуют небольшие группы стрелков. Самые маленькие тактические боевые группы в российской армии на данный момент насчитывают по 7 человек, поскольку именно столько солдат помещаются в БМП. В целом мы видим, что российская армия продвигается только вдоль лесополос, которые задают направление наступлений, поскольку это единственные позиции, которые могут обеспечить штурмовым подразделениям минимальное прикрытие. Эта лесополоса доходит прямо до Водянова. Параллельно ей проходит старая железнодорожная ветка, ведущая к шахте к югу от Водянова. Помимо них, последнее наступление к югу от Константиновки шло вдоль этой лесополосы. Обратите внимание, что на пересечении этой лесополосы и дороги Т-05-24 украинцы построили крупный укрепленный окопный бастион, что сейчас представляет большую редкость для этой части фронта. Вот как выглядят эти укрепления. Бастион примерно 450 метров в длину и 450 в ширину, с десятками блиндажей и огневых позиций, предназначенных как для пехоты, так и для бронемашин. В теории это была неприступная крепость в реальности, но сейчас сами увидите. Август 2024. Используя ту же концепцию наступления вдоль лесополос, мы могли наблюдать, как российские подразделения продвигаются вдоль них перпендикулярно дороге Т-05-24. Они словно соревновались в скорости. Как вы думаете, кто добрался до нее первыми? Приз достался этому подразделению. 1 августа несколько российских солдат установили белосинекрасный флаг на сгоревшем украинском пикапе на дороге Т-05-24. Одна особенность, на которую я хотел обратить внимание в этих кадрах, это совершенно ровная местность. Однако, если воспользоваться картой высот, на ней видно, может показаться, что здесь есть какие-то возвышенности, но в реальности их нет. После российского пиар-трюка с установкой флага на главной дороге, похоже, украинцы перешли в контратаку и вернули утраченные позиции. Некоторые из этих контратак проводились при огневой поддержке бронетанковых подразделений. Мы знаем об этом, потому что один украинский танк был замечен на выезде из села Водяное. К несчастью для этого экипажа он был атакован несколькими ФПВ-дронами, когда пытался поддержать дружественные подразделения на линии соприкосновения. На этом история не закончилась. По состоянию на 2 августа бои шли на всем протяжении дороги Т-05-24, а также на окраинах Константиновки. Таким образом, вопрос для украинского командования заключался в том, какой позиции отдать приоритет с учетом ограниченных резервов. К счастью для них, город Константиновка защищала боеспособная 79-я десантно-штурмовая бригада. Несколько дней россияне пускали в ход одну механизированную колонну за другой, чтобы закрепить плацдарм внутри города. На этих кадрах мы видим, что этим двум модифицированным БМП удалось высадить пехоту прямо на окраине города. И как мы видели в моем видео о Торецком секторе, из-за российских средств радиоэлектронной борьбы украинские ФПВ-дроны сегодня гораздо менее эффективны, чем в прошлом. После нескольких дней относительной стабильности первой украинской позиции, которую удалось прорвать, стала лесополоса длиной 1700 метров к северу от Никольского. И это обрушило весь правый фланг украинской группировки, удерживавшей этот сектор. Во время этого сражения немецкий танк «Леопард-2», принадлежащий 57-й моторизированной бригаде, вышел ночью, чтобы передислоцироваться для новой контратаки. К несчастью для этого экипажа, танк был обнаружен и атакован дроном «Камикадзе». Надо сказать, у нас нет подтверждения того, что «Леопард-2» был полностью уничтожен. Так что вполне возможно, что его удастся вернуть и доставить в тыл для ремонта. На следующий день, 7 августа, после наступления русских под Никольским, украинцы покинули все боевые позиции на 8 километрах фронта. В этом секторе российским штурмовым подразделениям удалось продвинуться на 2 километра. Кстати, у этих российских морпехов было слишком много свободного времени, и они соорудили самодельный истребитель танков. Он основан на шасси МТЛБ, на которое они поставили 100-мм орудие МТ-12 «Рапира». К 11 августа российские войска угрожали дороге Т-05-24 на 5-километровом фронте. Реальность оказалась гораздо хуже, чем казалось. Помните этот массивный окопный бастион, о котором я вам рассказывал, расположенный на стратегическом перекрестке? Что ж, он пал. Он не продержался и пары дней. На этом видео можно увидеть, как российские стрелки штурмовали этот опорный пункт. И в довершении всего они даже установили флаг на крыше одного из бункеров. Они сделали это довольно просто. В отличие от того, что можно увидеть на Мосфильме, это не была одна массированная героическая атака, сокрушившая врага. На самом деле произошло следующее. Российские разведывательные дроны наводили огонь артиллерии, уничтожая один бетонный ДОТ за другим, используя высокоточные снаряды Краснополь. Русские молотили по этим позициям, и можно наверняка предположить, что после этой интенсивной артиллерийской подготовки, украинские солдаты-срочники, дислоцированные у этих окопов, подумали, игра окончена, пора сматывать удочки. Важно отметить, что украинские вооруженные силы хотят сохранить живую силу, поэтому, оказываясь в трудном положении, они просто отступают. Часто они даже не предпринимают контратак, чтобы сохранить имеющиеся силы. Далее, на север, только к 13 августа, проукраинское агентство Deep State UA признало наличие плацдарма противника в Константиновке. Теперь русские контролировали территорию площадью 700 на 300 метров. После одной из перестрелок мы видим российских солдат, гордо держащих трофейный флаг первого украинского десантно-штурмового батальона. Если бегло взглянуть на состав 79-й воздушно-десантной бригады, то увидим, что там действительно есть первый воздушно-десантный батальон. И флаг совпадает с тем, что я смог найти в интернете. Однако, обратите внимание, здесь ошибка в надписи на английском. Вместо First написано Once. 16 августа российские войска атаковали вдоль лесополосы, ведущие прямо к южнодонбасской шахте. На этих кадрах с беспилотником мы видим, как еще одна штурмовая огневая группа из шести человек высадилась прямо в лесополосу. И затем мы видим, как они направляются к этому скоплению зданий и развалин. Как видно на карте, эти здания находились всего в 2300 метрах от угольной шахты. На следующий день российские штурмовые отряды совершили тактический прорыв на 2,5 километра. Думаю, одна группа продвигалась вдоль этой лесополосы в то время, как другая вдоль этой, тем самым вынуждая украинские войска покинуть боевые позиции и блиндажи между ними. Теперь они были менее чем в километре от первых домов села Водянове. Российская атака, должно быть, была столь стремительной, что застало врасплох все украинские подразделения в этом секторе. В этот момент россияне обходили все эти лесополосы с фланга. Эту, эту, эту и также эту. Представьте себе, если бы русские продвинулись по дороге, несколько украинских подразделений могли бы попасть в окружение. И тогда украинское командование было бы вынуждено сформировать силы подкрепления, чтобы вызволить этих парней. Поэтому неудивительно, что к 24 августа украинское командование быстро отдало приказ об очередном отступлении, то есть о ретроградном маневре на трех с половиной километрах фронта. Внезапно мы увидели, как российские подразделения стягиваются к Водяному. Согласно украинским кадрам, во время этих маневров было подбито и брошено множество единиц российской бронетехники. Но поскольку русские удерживают местность, они смогут забрать все эти машины, отремонтировать их и отправить обратно на фронт. Теперь, что касается продолжающегося сражения за Константиновку. 23 августа российские телеграм-каналы заявили о занятии всего этого сектора к западу от Поросковьевки. Севернее российское командование направило механизированную колонну по этой дороге, скорее всего, чтобы обойти Георгиевку с фланга и выйти из тупика. Но атака полностью провалилась. Возможно, истинной целью этой колонны была расчистка пути в Курахово. С тактической точки зрения этот процесс довольно утомителен. Бронетанковые колонны должны были продвигаться по главной дороге. Затем подразделения стрелков будут заходить в лесополосы одну за другой. И они затем будут использоваться в качестве прикрытия при штурме Максимилиановки и Георгиевки. После огромных усилий 25 августа российские пехотные подразделения 68-го армейского корпуса продвинулись на километр вглубь Константиновки и взяли под контроль весь этот промышленный район. Они отпраздновали этот боевой подвиг, водрузив свое знамя над этими зданиями. Два дня спустя, 27 августа, украинская 79-я десантно-штурмовая бригада опять нанесла русским удар. В очередной раз украинские десантники 79-й десантно-штурмовой бригады заставили россиян дорого заплатить техникой за каждый пройденный метр. Южнее российские штурмовые подразделения Восточного военного округа добились большего успеха, поскольку они заняли этот важный бастион, контролирующий этот перекресток. Скажу честно, я потратил слишком много времени, пытаясь идентифицировать этот флаг. Все, что я смог разглядеть, что это красный флаг с двумя скрещенными мечами и золотым щитом посередине. По моим данным, это могло быть знамя либо 36-й, либо 39-й мотострелковой бригады. Причина, по которой это важно, в том, что это может помочь нам определить, какая дивизия или армейский корпус участвует в этой фланговой операции. С оперативной точки зрения, весь этот участок дороги Т-05-24 теперь находился под контролем России. Что привело к сегментации линии связи между Константиновкой и Угледаром. 28 августа российские подразделения продолжили продвижение к шахтам к северу от Угледара и зачистили эту лесополосу протяженностью 2,8 километра. Однако в тот день мы увидели мощь российского оперативного планирования, когда основные силы атаковали восточнее Угледара, как таран. Российское командование начало также операцию на западном направлении. Я был потрясен! Я не мог поверить, как много территорий им удалось занять за столь краткий срок. В ходе впечатляющей молниеносной атаки они продвинулись вперед на 4 километра. В качестве приза за участие украинцы заявили об уничтожении двух вражеских бронемашин. После этого украинское командование должно быть запаниковало. Им пришлось не только следить за ситуации в Константиновке и Угледаре. Теперь русские открыли новое направление наступления. И прежде всего, как они вообще добрались туда так быстро? Что случилось со всеми этими FPV-дронами, минными полями и солдатами в лесополосах? Но самым важным для украинского командования было определить, каковы были намерения России с этого момента. Русские могли бы просто продвинуться на север и обойти Угледар с запада, как они уже много раз пытались в прошлом. Или они могли попробовать что-то новое? Тем временем на улицах Константиновки продолжались ожесточенные бои, сковавшие значительное количество украинских пехотных подразделений. Они столкнулись с бесчисленными отрядами русских стрелков, которые зачищали здания одно за другим. Это позиции, которые можно использовать как плацдарм для следующего штурма. Здесь мы видим, как российские штурмовики из батальона Тимер 57-го полка зачищают подземные укрепления. Что интересно в этом батальоне Тимер, что он состоит из этнических татар и башкир из Татарстан. Это объясняет, почему в конце видео мы видим штурмовиков, держащих этот относительно редкий флаг. Это флаг Российской Республики Башкортостан, родины башкир. На флаге от 100 до 120 подписей, что указывает на то, что украинские позиции, вероятно, штурмовало подразделение размером с роту. 30 августа российская армия заявила о полном занятии Константиновки после двух месяцев боев. Несмотря на это, проукраинское агентство Deep State UA по-прежнему не сообщало, что Константиновка полностью под контролем россиян. Вероятно, они могли сообщать только об определенном количестве потерянных позиций в день. В противном случае этих администраторов телеграм-каналов отправят на фронт. На следующий день, 31 августа, российское командование, по-видимому, собрало крупное механизированное соединение для решающего удара с целью прорыва за Поросковьевку. Это была тактика грубой силы, вперед, несмотря ни на что. По сообщениям украинской 79-й десантно-штурмовой бригады, россиянам не удалось добиться внезапности. Бронетехника была вовремя обнаружена воздушной разведкой. А потом они рассказывают, как им удалось уничтожить три российских танка и три БМП из 21 единицы бронетехники. Что это за колдовство такое? Как они могли утверждать, что их миссия увенчалась успехом, когда более 70% вражеской колонны сумели прорваться? И так, в конечном итоге, эта российская атака увенчалась успехом. И позволила им занять весь жилой сектор к западу от Поросковьевки. В то время как их товарищи в Константиновке также добились значительного прогресса. Небольшое отступление. Поначалу я не знал, где были записаны эти кадры и где происходил бой. Я уже собирался отбросить их, когда увидел один кадр, на котором мы видим что-то вроде разрушенного моста. Я подумал, подождите-ка, я помню это место. Забавный факт, мы знаем об этом, потому что российский военный транспорт упал в ручей на западной окраине деревни 4 июня. И это то же самое место. Подумать только, я теперь знаю Донбасс лучше, чем родные края. Переводы Карлсон ТВ доступны на множестве площадок. Ютюб, Вконтакте, Дзен, Телеграм, Рутюб. Напоминаем, что смотреть переводы Карлсон ТВ можно на целые сутки раньше, оформив подписку на спонсор.ру или став нашим Доном во Вконтакте. Ссылки в описании. Спасибо, что вы с нами. Сентябрь 2024. Полагаю, что к началу сентября украинское командование отвело часть подразделений с Южно-Донецкого фронта, чтобы закрыть бреши в районе Покровска. И этот фактор позволяет нам понять, почему 2 сентября стало катастрофическим днем для Украины. На западной стороне Угледара россияне успешно совершили еще один молниеносный рывок на 4 километра. Это была настоящая кавалерийская атака. Они не только достигли Пречистовки, им удалось сразу взять под контроль две трети села. И пока украинцы были заняты борьбой с этим штурмовым отрядом, русские предприняли неожиданную атаку со стороны Новомайорского и прорвали еще 5 километров украинской линии обороны. 100%, что несмотря на разваливающуюся линию фронта, украинское командование недооценило русских. Наверняка они истощили часть опорных пунктов в этом секторе, чтобы пополнить боевые части под Покровском. Именно таким микроменеджментом недовольны многие вооруженных силах Украины. Российские спецслужбы засекли эту ротацию сил и воспользовались ситуацией. Вот кадры этой операции с беспилотника. Атакой руководили морпехи из 40-й бригады морской пехоты. Это была крупномасштабная механизированная атака. Здесь мы видим 12 бронемашин, проезжающих вдоль лесополосы. Первая колонна выехала на главную дорогу и затем повернула налево. Это, вероятно, означает, что они вышли из Евгеньевки, прошли 8 километров вдоль этого леса и лесополос. Затем они продолжили движение по главной дороге, пока не достигли въезда в село Пречистовка, и начали обстреливать близлежащие дома. Можно предположить, что сразу после этого высадились пехотинцы и начали зачищать здания одно за другим. В конечном итоге мы видим, как наступающие российские силы продвигаются по трем улицам поселения. Таким образом, на каждую приходилось по 4 бронемашины. И словно этого было недостаточно, вторая русская колонна выдвинулась вдоль этой лесополосы и штурмовала Пречистовку с другой стороны. Это стало настоящим двойным проникновением. Это пример новой тактики русских. Сначала я в это не поверил, но посмотрите на эти кадры. Здесь мы видим дорогу с лесополосой по левой стороне, огороженную территорию и стоящие в ряд большие прямоугольные белые здания. Теперь, если взглянуть на западную часть Пречистовки на 3D-карте, то вот дорога, лесополоса с левой стороны, огороженная территория и эти большие прямоугольные белые здания. Теперь я понимаю, как морпехи Тихоокеанского флота водрузили свой флаг на западной окраине села. Затем обе колонны двинулись навстречу друг другу, вынудив украинцев бежать на север. Судя по всему, отступление украинцев обернулось разгромом. Так эти ребята из 58-й мотострелковой бригады бежали из соседнего поселка Золотая Нива, бросив оружие и боеприпасы. Штурм Пречистовки был блестящим. Понимаете, это пример идеального планирования и координации. Другим ключевым аспектом этой операции стало то, как российские разведывательные беспилотники оперативно обеспечивали артиллерийскую поддержку наземным войскам. На следующий день российские штурмовые отряды полностью вытеснили ВСУ из Пречистовки, а 40-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота официально заявила о взятии населенного пункта. Давайте вспомним, что я говорил в прошлом. Две неудачи русских, а теперь и третья, когда им не удалось занять деревни Золотая Нива и Пречистовка, удерживаемые 68-й егерской бригадой к западу от Углидара. Другими словами, штурм Пречистовки продемонстрировал, что при грамотном планировании и организации, а также хорошем взаимодействии с разведывательными подразделениями и средствами радиоэлектронной борьбы, крупное механизированное наступление может быть успешным без больших потерь. В связи с полным развалом линии фронта в районе Пречистовки, 3 сентября украинское командование срочно отдало приказ об эвакуации всех войск, находящихся юго-западнее села, и русские продвинулись еще на 2 километра. Во время преследования российский солдат сфотографировался рядом с брошенным бронетранспортером Кирпи, скорее всего брошенным ВСУ во время контрнаступления в 2023. Пока все это происходило к западу от Угледара, украинский штаб столкнулся с еще одним кризисом, на этот раз к востоку от Угледара. Уже к 1 сентября передовые части русских закрепились на шахте Южно-Донбасская номер 1, расположенной на полпути между Водяном и Угледаром. Как видно на этом видео, эта БМП высадила огневую группу под сильным огнем противника. На следующий день разведывательная группа из четырех российских БМП проверила оборону противника в селе Водяное. В российских сообщениях упоминалось, что часть 72-й механизированной бригады обороняла район вокруг Угледара почти два года. Представляете? Два года! Часть бригады затем перебросили на север, чтобы заткнуть бреши под Покровском. На смену им пришла одна из новых бригад 150-й серии, состоящая из призывников. 3 сентября русские наносили мощные удары по Водяному, ведя интенсивную артиллерийскую подготовку. Были применены кассетные боеприпасы. Так выглядят последствия бомбардировки села с разведывательного беспилотника. Мы видим, насколько близко дрону удалось подлететь к украинским позициям. Это свидетельствует о явной нехватке у украинцев средств радиоэлектронной борьбы в этом секторе. Северная часть Водянова состоит только из жилого сектора. И ее будет практически невозможно защитить из-за отсутствия крупных зданий. А да, затем к вечеринке присоединилась российская авиация. Они обстреляли этот топорный пункт к северу шахты Южно-Донбасская номер 3. Главной зацепкой стала геолокация этой башни. Она есть на карте и на видео. После ослабления украинских позиций, 7 сентября россияне начали общее наступление. Эта группировка захватила последнюю лесополосу перед шахтой Южно-Донбасская номер 1. Севернее несколько штурмовых отрядов россиян продвигались вдоль этих лесополос, чтобы взять под контроль сектор вокруг этого пруда. В то время как другая группировка зашла в эти две лесополосы. Их поддерживали многочисленные дроны-камикадзе, которые выслеживали силы противника. С занятием этих позиций российские войска могли легко перегруппироваться перед последним отрезком пути в Водяное. Именно это и произошло на следующий день, 8 сентября, когда российские войска окружили село Водяное со всех сторон. Российские подразделения были замечены на всей протяженности села. Как обычно, в честь своего успеха, они установили флаг Российской Федерации. Министр обороны России поздравил 57-ю мотострелковую бригаду за воеванием Водянова. Все произошло так быстро, что, похоже, украинцы лишь прикрывали свое отступление, и они не собирались удерживать село любой ценой. Позже, в тот же день, другая группировка российских войск также целиком заняла шахту Южно-Донбасская номер 1, над которой также был поднят бело-синий-красный флаг. По состоянию на 14 сентября украинцы, по всей видимости, укрепили оборону вокруг шахты Южно-Донбасская номер 3, расположенной в 900 метрах к западу от Водянова, а также этого комплекса, который я вам показывал ранее, подвергшегося бомбардировке российской авиации. Однако, если уменьшить масштаб, можно ожидать, что эти позиции будут использоваться как аванпосты, чтобы замедлить продвижение русских. Проблема в том, что если эти аванпосты падут, русские окажутся в 3-4 километрах от того, чтобы перерезать дорогу, соединяющую Углидар и Богоявленку. И в этом случае судьба Углидара будет предрешена. 14 сентября после интенсивной артиллерийской подготовки по шахте Южно-Донбасская номер 3, российской колонне БМП удалось высадить пехоту прямо у шахты, обеспечив российским войскам прочный плацдарм внутри промышленного комплекса. Это подтверждает теорию о том, что украинцы в настоящее время ведут арьергардный бой, прикрывая свое отступление. В тот же день российские штурмовые отряды также продвинулись на 3 километра в сторону села Катериновка, зачищая украинские блиндажи один за другим. В ходе этой атаки один из их танков был подбит, но его быстро тащили в тыл с помощью инженерной машины. На следующий день, 15 сентября, судя по кадрам ударов украинских беспилотников, передовые части российской армии закрепились в Максимилиановке, тем самым приблизившись еще на шаг к городу Курахово. Чего мы можем ожидать в ближайшие дни и недели в Углидарском секторе? Если воспользоваться этой картой пожаров, российская артиллерия сосредоточилась на целях в Богоявленке, Новоукраинке и Золотой Ниве. Так что это наверняка следующие цели, стоящие перед российскими вооруженными силами. Но теперь возникает вопрос, как они планируют туда добраться? Я думаю, что одной из первых целей России станет взятие под контроль дороги, соединяющей Углидар и Богоявленку. Этого можно добиться силами подразделений, которые в настоящее время находятся на шахте Южно-Донбасская номер один, а также Водянов. Для этого им придется занять эти четыре опорных пункта. Как только это будет сделано, Углидар окажется в оперативном окружении. В сочетании с наступлением из Павловки, русские вполне могут замкнуть котел. И на этот раз у ВСУ не будет элитных резервных подразделений для спасения окруженных войск, как было в случае с 3-й штурмовой бригадой АЗОВ в Бахмуте и Авдеевке. Если у российского командования будет достаточно резервов, мы могли бы увидеть, как они в то же время штурмуют Богоявленку, чтобы не дать украинцам укрепить свои позиции. И если им удастся сразу взять село штурмом, они смогут продолжить наступление в сторону Трудового. Этот маневр можно было бы совместить с механизированным наступлением из Константиновки, чтобы выдавить украинцев из всех этих сел и заставить их отступить на север, в сторону Курахова. На западной стороне поля боя переход золотой нивы в руки русских — лишь вопрос времени. Вопрос в том, что они будут делать после этого. Одним из вариантов было бы наступление в направлении новоукраинки и формирование нового котла для украинских войск, которые выйдут из Углидара. Однако, если проанализировать скорость, с которой российская армия продвигается на запад, это может указывать на то, что их истинной целью является Великая Новоселка. Особенно если учесть текущие российские операции в секторе Старомайорского. Это все, что у меня есть для вас на сегодня. Напишите в комментариях, что вы думаете о моем анализе. Не забудьте поставить лайк и подписаться. А если хотите поддержать канал, зайдите на мой Patreon или Paypal. Ссылка в описании под видео. Редактор субтитров А.Семкин